Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Ненецком округе ухудшается. Почти каждый день фиксируются новые заболевания. Окружным работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников, вернувшись с отпусков только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Соответствующая рекомендательная норма для работодателей внесена в постановление губернатора о введении режима повышенной готовности с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в организованных коллективах региона. Предложение о введении рекомендательной нормы для работодателей у округа о допуске к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков только с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции, было принято на заседание оперативного штаба по профилактике COVID-19 на территории округа. Как пояснили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО, соответствующее решение принято для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в организованных коллективах округа. Мира носит рекомендательный характер и может быть введена только работодателям. В День России традиционно в Нинецком округе состоялось награждение жителей округа государственными наградами Российской Федерации, поощрениями президента России государственными наградами Нинецкого автономного округа. Торжественная церемония чествования отруженников региона прошла в официальном зале Дворца культуры Арктика. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени вручили Светлане Носовой, воспитателю детского сада Аннушка. Медаль ордена «Родительская слава» с супругом Александру и Ольгой Бякиным из Макарова. Почетное звание заслуженный учитель Российской Федерации присвоено Галине Головешкиной, учителю истории и общества знания школы номер 3 и Светлане Хабаровой, учителю физики первой школы. Почетное звание заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации присвоено Ираиде Конюшевской, медицинской сестре поликлиники Заполярного района Нинецкого округа и Ольге Хабаровой, заведующей фельдшеру деревни Антик. Почетное звание заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации присвоено коллегам Вере Родчевой и Таисии Сумароковой, работающим в Нинецкой агропромышленной компании «Воксина». Почетную грамоту президента Российской Федерации вручили Ирине Киселевой, воспитателю детского сада «Теремок». Благодарность президента Российской Федерации Наталье Могольницкой и преподавателю Нинецкого аграрно-экономического техникума. Кроме того, в ходе церемонии вручили государственные награды Нинецкого автономного округа, медаль за особые заслуги перед Нинецким автономным округом Елене Саблиной, пенсионеру-ветерану педагогического труда. Почетное звание «Почетный гражданин Нинецкого автономного округа» присвоено Сергею Хабарову, специалисту отдела материально-технического обеспечения и управления делами аппарата собрания депутатов Нинецкого автономного округа. Медаль «Родительская слава Нинецкого автономного округа» вручили Ларисе Ваучейской из Харуты. Также вручены почетные звания в различных сферах деятельности и почетные грамоты Нинецкого автономного округа. В 12 многоквартирных домах Наринмара в этом году проведут капитальный ремонт, сообщает региональный департамент строительства ЖКХ энергетики и транспорта. Это дома по адресам Переулок Заполярный, дом 1, улица Заводская, дом номер 21, улица 60-летия СССР, дом 3, улица Ленина, дома 20 и 31, корпус А, а также дома по улице Ленина, дом номер 37 и 41, корпус Б. На улице Меньшикова отремонтируют дом номер 4, корпус А, по улице Пионерская, дома 24, корпус А, номер 25, номер 28, корпус А, по улице Южная, дом номер 47. Также в программу попали 4 дома в поселке Искатели, улица Губкина 30, улица Нефтяником 28, улица Рассихина 9, улица Угольная, дом номер 11. Перечень работ различны, в основном это ремонт внутридомовых инженерных сетей, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, холодного и горячего водоснабжения, худоотведение, ремонт крыш, фундамента, ремонт и утепление фасадов, чердачных перекрытий, ремонт, утепление и замена цокольных перекрытий, а также другое. Всего в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, на ближайшие три года включены 40 домов, 29 в Наринмаре, 10 в поселке Искателей и один в Нижней Пёше. Капитальный ремонт в многоквартирных домах проводится за счет средств окружного бюджета и средств собственников помещений, собранных в качестве взносов на капитальный ремонт. Глава Наринмара Олег Белак подписал постановление о завершении отопительного сезона. ПОК-ИТС приступило к поэтапному отключению тепла. За последние пять лет в этом году самое раннее отключение отопления в городе Наринмаре, сообщает пресс-служба мэрии. В прошлом году отопительный сезон завершился 6 июля, в 2019 – 29 июня, в 2018 – 19 июня, а в 2017 – 3 июля. Как пояснили в предприятии объединенных котельных и тепловых сетей, отключение отопления летом – это регламентированная процедура. За короткое северное лето нужно подготовить систему теплоснабжения к осенне-зимнему периоду, чтобы во время холодов не было сбоев. Отметим, по федеральным нормативам отключить отопление можно при условии, что пять дней подряд среднесуточная температура воздуха составляет выше 8 градусов. Жители региона дождались открытия купального сезона. Традиционный пляж в районе Голубых озер официально открыт с 15 июня. Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Ненинскому округу провел освидетельствование пляжа в Заполярном районе. Особое внимание уделились спасательным средствам, подготовке спасателей и связи для вызова экстренных служб. Места как для купания, так и для отдыха обустроены, а именно предусмотрены ограждения, урны, контейнеры для сбора бытовых отходов, спасательная вышка. Проведена очистка территории, дна и поверхности водоема. Лежаки, детская площадка, волейбольная сетка – все готово для полноценного отдыха, как молодежными компаниями, так и целыми семьями. Что касается прогноза погоды, то июнь будет достаточно теплым. В этом году для жителей региона пляж будет открыт с 15 июня по 15 августа с 10 утра и до 18 вечера. Маршрут общественного транспорта не предусмотрен. Отметим, пляж в районе Голубых озер – это единственное оборудованное место в округе, где будет разрешено купание. За прошедшую неделю в Ненецком округе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Никто не пострадал. Все ДТП произошли с материальным ущербом. На прошлой неделе на дорогах Ненецкого округа задержан один водитель, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения. Пресс-служба УМВД Панао предупреждает завождение автомобиля водителем, находящимся в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Также за прошлую неделю выявлено 520 нарушений правил дорожного движения. Часть из них с помощью фото-видео фиксации. Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, предусматривающий возможность предоставления гражданам бесплатного арктического гектара на территории субъектов Российской Федерации, расположенных в арктической зоне. Действие закона распространяется на территорию Ненецкого автономного округа, который полностью входит в состав арктической зоны России. Вводимые законами изменения направлены на упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в арктической зоне, в целях строительства индивидуального жилого дома, ведения хозяйства, осуществления любой иной хозяйственной деятельности и будут способствовать вовлечению неиспользуемых земель, хозяйственный оборот и увеличению налоговых поступлений в местные бюджеты. С учетом особых климатических и социально-экономических условий арктической зоны предусматривается механизм, отличающийся от действующего в настоящее время механизма предоставления гражданам земельных участков программы «Дальневосточный гектар». У нас особенность региона такова, что 95% всей земли округа находятся в категории земель сельхозназначения. И практически 100%, 99% этих земель у нас предоставлены для ведения оленеводства, оленеводческим хозяйством нашим. Соответственно, эта территория уже изначально не может рассматриваться, потому что она находится в аренде. А согласно статье 7-го, 119-го федерального закона, участки, предоставленные на каком-либо праве, не участвуют в этой программе. Ну и, соответственно, еще есть ряд ограничений, которые мы тоже закрыли. Это, получается, ТТПП, территория традиционного пользования, ООПТ, зоны подтопления, затопления, зона объектов культурного наследия, территория общего пользования. В общем, там все ограничения, которые были, или их, может быть, на карте нельзя прям увидеть, но это и в населенных пунктах, и за их пределами зоны закрыты. Дальше. Нет, допустим, в 7-й статье 119-го закона приграничной территории. Но мы все прекрасно понимаем, что это вопрос безопасности государства в первую очередь, поэтому мы здесь тоже пошли по практике дальневосточных регионов. Они приграничные территории закрывали изначально, и дальше по согласованию с Федеральной службой безопасности эти зоны рассматривались к открытию. Мы тоже таким же путем пошли. Если нам согласуют соответствующие органы открытия этой зоны, мы ее откроем. Пока приграничная территория, 20-ти километровая зона, по приказу ФСБ, которая установлена, на сегодняшний день закрыта. Дальше мы закрыли населенные пункты. Это тоже, в общем-то, территории, которые на сегодняшний день могут создать конфликтные ситуации, ввиду того, что много еще объектов и участков не поставлены на кадастровый учет. И в данном случае здесь программа, скажем так, арктического гектара может наложиться на, казалось бы, пустующую территорию по документам, да, и формально, но фактически, физически там могут находиться не люди. И эту работу мы сейчас тоже параллельно проводим по наполнению ЕГРН соответствующими сведениями. Совместно с муниципалами проводим эту работу. Соответственно, мы пока в населенных пунктах не рассматриваем, за исключением вот деревни Куя, где жители сами выразили согласие на реализацию этой программы и на их территории, и на смежной территории. Они не против. Соответственно, вот мы на этой территории пока аккуратно, осторожно начинаем эту программу реализовывать. В окончательном виде, как будет эта территория выглядеть, ну, это будет понятно после принятия закона округа об этой территории, да, в этом как раз и отличие нашей программы на территории арктической зоны от дальневосточного гектара, потому что там принимаются законы субъектов о территориях нельзя. То есть там сначала устанавливаются территории, где нельзя взять этот дальневосточный гектар, а где эти территории, в общем-то, не поименованы, то, значит, эту территорию можно. Значит, соответственно, там люди гектары и берут. У нас наоборот. У нас наоборот мы должны показать ту территорию, где можно брать гектар. И вот как раз об этом первый закон округа должен быть принят. Вот мы планируем принятие его на июльской сессии вот 1 июля. Второй закон тоже параллельно в соответствии с федеральным законом должен быть принят по вопросу предельных размеров цен на услуги по, скажем так, неживанию вот этих гектар. И вот мы запросили коммерческие предложения. Предварительно 46 тысяч у нас получается такая работа. Максимальная цена за вынос 8, не менее 8 точек. Но там получается гектар достаточно большая территория. 4 точки может быть недостаточно. Соответственно, мы вот решили все-таки 8 точек предложить. Но это еще будет все рассматриваться, обсуждаться с депутатским корпусом. Соответственно, пока это просто предварительные проекты, над которыми мы вот работали и которые в итоге вот выносим на администрацию сейчас в ближайшее время и вот в собрании депутатов до 1 июля. Что принципиально хочется отметить и размечать, какие мифы? Ну, во-первых, то, что никакие заявления, никакие органы не принимают до 1 августа. То есть до тех пор, пока не будет начата реализация этой программы. То есть, получается, у нас закон вступает в силу, по сути, с 1 августа. И с 1 августа мы начинаем принимать заявления в управлении имущественных и земельных отношений Нинско-автономного округа. Поскольку у нас на сегодняшний день вошли территории, которые находятся на неразграниченной земле. Это полномочия нашего управления. Конечно, если здесь в этой программе будет участвовать и муниципальная земля, здесь мы будем подключать и полномоченные органы соответствующие муниципальные. Но пока это только наш орган. Соответственно, только мы пока проходим обучение, регистрируемся на портале, принимаем заявки. Все. То есть, пока это вот предварительно так. Еще раз говорю, наша позиция была начать осторожно реализацию этой программы. Потому что программа воспринимается неоднозначно всеми жителями. Программа для нас новая. Хотя на Дальнем Востоке она реализуется уже 5 лет. И, по сути, это очень упрощенный, в какой-то степени для нас революционный порядок приобретения земельных участков. Поскольку, скажем так, многие процедуры здесь совершенно по-другому происходят. В электронном формате, в виде. И, ну вот, совершенно, как кажется, нам не стыкуются, может быть, да, с какими-то привычными нам уже процедурами. И здесь у человека, опять же, есть множество вариантов, скажем так, для выбора. То есть здесь, например, человек не обязан, как при предоставлении участка, писать вид разрешенного использования. Он может взять под любой вид, который ему будет удобен, и думать об этом он может в течение года. То есть ставится на кадастровый учет земельного участка без вида разрешенного использования земельного участка. И этот вид уже проставляется после получения от человека уведомления, который определился, под что он в итоге его взял. То есть и вот таких много моментов новых, которые нам еще предстоит всем осознать. Но на самом деле программа реализуется успешно на Дальнем Востоке, очень много положительных отзывов. Первые полгода подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка смогут жители конкретного региона, где выделили земли на эти цели. А потом любые граждане России, а также участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников и членов их семей. Закон Ненецкого автономного округа, регламентирующий предоставление арктического гектара жителям региона, планируется принять на сессии собрания депутатов в июле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова